По прогнозам КАЗ Гидромеда ожидается выпадение высокой нормы осадков с резкими понижениями температуры, что негативно повлияет на обеспечение безопасности населения в зимний период, особенно на дорогах. Сотрудники спасательных служб Североказахстанской области напоминают жителям области о правилах безопасности. Подробности далее. В зимний период 2019-2020 годов по области зарегистрировано 90 чрезвычайных ситуаций. Из них 69 по извлечению автотранспорта и снежных заносов. В текущую зиму зафиксировано две аварийные ситуации на дорогах области. В Темиряевском районе села Багдада-Хмельницкого и Каранколь, не справившись с управлением, совершил съезд кувет автомобиля Hyundai. В машине находилось 3 человека. Второй случай, это у нас буквально недавно, 19 числа, это Жамбульский район. На автодороге Мавлютка-Кустана, вблизи села Пресновка, из-за поломки топливной системы остановился автомобиль Minivan Mercedes-Benz, где в салоне находились граждане Республики Таджикистан. За прошедшую неделю на территорию области произошло 24 пожара. Из них 22 в жилом секторе и два случая на автотранспорте. 12 декабря в селе Явлинка из сельского района произошло возгорание в двухэтажной нефункционирующей бане. На месте найден труп владельца 1949 года рождения. Также 13 декабря в результате пламени в двухэтажном доме по улице Войкова погиб мужчина 66 лет. Еще один пожар произошел в селе Новоишимское. Взрыв газового баллона в двухэтажном жилом доме. С термическими ожогами второй степени госпитализирован в больницу гражданин 1972 года рождения. Касательно основных причин пожара я бы хотел отметить в части того, что в первую очередь это связано с отопительным периодом. Основные причины пожара, которые занимают место, это у нас связаны с нарушением правил пожарной безопасности. При монтаже и эксплуатации электрических сетей, как я уже говорил, связанные причиной с отопительным периодом, это неправильная эксплуатация или же монтаж отопительных печей, дымоходов и так далее. К слову, с начала отопительного периода проведено порядка 35 тысяч обходов с охватом более 84 тысяч человек. Айман Кузимбао, Ерлан Калиф, Служба новостей.